Лиза обещала, Лиза сделала. Передо мной те самые рейвы от Anker, которые компания представила на IFA 2019. И уже сейчас я готова рассказать вам о них подробнее. С одной стороны, это портативные колонки, которые можно таскать с собой. Ведь каждой модели, будь то большая рейв или ее мини-версия, предусмотрены удобные ручки для транспортировки. Их корпус предусматривает разное расположение. Акустику можно класть на бочонок или же просто поставить вот так. Но габариты все же дают о себе знать. Вес старшего рейва составляет 9,8 кг, а младшего 3,2 кг. Хотя и носить их удобно. Соответственно, качество звучания у них вызывало много надежд, так как технически внутрь этих бочонков реально впихнуть что-то стоящее. Поэтому первым делом расскажу о звуке. Для колонок, которые существенно отличаются от моделей именитых брендов в цене, в меньшую сторону он просто замечательный. Глубина, как по мне, на должном уровне. Басы я, как и положено, ощущаю всем телом. Высокие не запирают на большой громкости. А технология Bass Up нехило поддает жару. По мощности Soundcore Rave различны кардинально. Большая версия вмещает в себе 160 ватт, а маленькая 80. Также у них разный набор излучающих головок. В Rave монтировано два буфера размером 5,25 дюймов, два высокочастотных динамика по 2 дюйма каждой и, конечно же, фазоинвертер сзади. Если верить анкер, на выходе мы получаем примерно 105 дБ на пиковых значениях. Это сравнимо с громкостью роторного двигателя самолета или работающей бензопилы с метра от уха. В общем, от недостатка звука с этой колонкой вы страдать точно не должны. Младшая Rave Mini уже проще. У нее нет парных излучателей, а только один 5,25 дюймовый буфер, 2 дюймовый высокочастотный динамик и пассивный радиатор тоже на 5,25 дюймов. Но этот расклад совсем не мешает ей волать так, чтобы ругались соседи и создавать вибрации по всему помещению. Естественно, я ощущаю, что эта версия в половину меньшая по мощности. Вся эта глубина немного теряется, просто и ожидания мои были меньшими. Так что в этом случае они не то что не оправдались, а даже превзошли себя. Найти какие-то придирки к колонке за 150 баксов крайне сложно. К счастью для меня Soundcore Rave модели, показывающие себя с лучшей стороны и в плане автономности. Мы уже знаем, что Anker специализируется на пауэрбэнках и производит реально хорошие вещи. Поэтому, когда такая компания берется за изготовление портативной акустики, она, конечно же, сделает акцент и на автономности. Так вот, емкость аккумуляторов 20 000 мАч у старшей модели и 10 000 у младшей позволяет играть им в 24 и 18 часов соответственно. Меня прелешает тот факт, что возьми ты с собой такую колонку в кемпинг на несколько дней, тебе ее вполне хватит до самого конца твоего трипа. Она не сядет в середине первого дня. Для устройств в такой категории это очень важно. А заряжать каждую колонку нужно будет по 4 часа. Приятно также то, что не забыли и про индикацию заряда. Она четырехступенчатая и найдете вы ее в виде лампочек над кнопкой включения. Подключаться, как обычно, можно по блютуз, который тут работает в радиусе 20 метров. И, кстати, с сопряжением все ок. Также вы можете выводить звук через аукс и подключать к большому рейву усилитель, если потребуется. У него же я нашла и гнездо для микрофона. То есть, любители караоке, наверное, хотя бы за это поливают акустику. Управление рейв мини до неприличия простое. Сверху у нее находится приятный на ощупь прорезиненный островок, который и является условно пультом. Тут можно найти стандартные кнопки управления воспроизведением, включение-выключение самой колонки, значок Bluetooth, используемый для сопряжения, включение подсветки, режима Bass Up для усиления басов и Line In. Управление старшего рейва все же немного апгрейдили. Суть осталась прежней, но теперь кнопки не интегрированы в корпус, а реализованы отдельно каждая. Добавился регулятор эхо микрофона, но больше всего выделяется регулировка громкости. Здесь она сделана в виде большого кольца, которое крутится против и по часовой стрелки, соответственно увеличивая или уменьшая громкость звука. До упора ее проключить нельзя, просто крутишь себе и все, знаете, даже успокаивает иногда. Минус, правда, в том, что индикатора громкости нет, вдруг рубанет сильно при включении. Это кольцо немного возвышается над корпусом для того, чтобы во время прослушивания мы видели небольшую полосу подсветки. Вроде бы мелочи, а приятно. Но это еще не все. Расширение функционала доступно с помощью приложения для смартфона Soundcore App. Оно очень простое и интуитивно понятное. Содержит в себе три базовых менюшки. Первое встречает при подключении, активирует самые главные функции. Включит подсветку, усиление басов и два режима эквалайзера. Два режима, значит, вне помещения и внутри него. В первом подтягиваются высокие частоты и кажется, будто прибавляется громкость. Во втором, наоборот, низкие частоты и глубина. На том же экране вы увидите инфу про саму колонку, уровень ее заряда и доступные обновления. Менюшка справа — это тот самый интерактив, о котором я уже говорила. Вы сможете сыграть в три игры, две из которых, наверное, каждый из нас знает еще с детства. А одна была для меня в новинку. Значит, у нас есть бутылочка. Да-да, та самая, только виртуальная. Дальше — правда или действие и игра под названием категории. Суть ее заключается в том, что вы как бы крутите рулетку, выбирая игрока таким образом. А он, свою очередь, должен за пять секунд назвать все пришедшие в голову слова, подходящие под выпавшую ему категорию. У меня, например, это была «Вредная еда» и «Герои фильмов». Ну, забавная штука, в компании классно заходит. А вот менюшка слева — это «Light DJ», то бишь управление подсветкой и не только. В случае с Ray в мини контролятся два колечка, опоясывающие верхний высокочастотный динамик и нижнюю обманку. Доступны круговые движения любого выбранного вами цвета или просто мигания колечка. Так как подсветка большого рейв проработана больше и лучше, управление ей в «Light DJ» тоже расширили. Регулируется полоска подсветки, опоясывающая акустическую сторону корпуса, а также стробоскоп — сюда и его влепили. Основная менюшка приложения, сопряженного с большим рейвом, включает в себя, помимо прочего, выбор уже готовых алгоритмов подсветки. Прямо как у Soundcore Flare было. Но, наверное, было бы скучно, если бы «Light DJ» ограничивался только подсветкой. Тут есть что-то наподобие звуков драм-машины, инструментальные, диджейские и общие с подборкой чего только можно. В приложении все варианты находятся в библиотеке, а главный экран «Light DJ» содержит набор из четырех самых используемых звуков, которые ты сам выбираешь. Короче, миксуешь сколько душе угодно. Наши рейвы умеют одновременно подключаться к двум смартфонам, чтобы три часа не переподключаться, если нужно воспользоваться разными плейлистами. Они, кстати, образовывают стереопару, а большой еще умеет по проводу подключаться сразу к нескольким таким же колонкам. Возможности проверить у меня, увы, не было, но я представляю, как мощно это могло бы быть. Через порт USB получится заряжать смартфон. Ну, еще бы, это же ходячий Powerbank, учитывая классную автономность. При этом старшая модель запаслась фирменной технологией быстрой зарядки PowerIQ, чтобы шустро заряжать практически любые устройства, будь то iPhone, iPad, iPad, смартные планшеты от Samsung, смарт LG, HTC, гаджеты от Kindle и т.д. Максимальный выход 2,4 Ампер. Напоследок затронем сборку и материалы. Это, конечно, обычный пластик, местами прорезиненный, но как раз по швам заметно, что при изготовлении ребята постарались. Сборка классная, все плотно прилегает друг к другу, никаких лишних выступов и косяков. Все, как мне нравится. Да еще и влагозащита есть. Soundcore Rave защищен по стандарту IPX4, то есть не боится дождя, а Rave mini по стандарту IPX7. В общем, вечеринки у бассейна быть. Чем дальше, тем больше я убеждаюсь в том, что за небольшие деньги можно найти годный девайс, как в нашем случае. Звучание вправду хорошее, красивая подсветка, влагозащита, подключать могу что угодно, заряжать что угодно, музыку слушать сутками на одном заряде, еще и поиграть получится. А что еще нужно? Пишите в комментариях, если есть какие-то идеи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик и не забываем про телеграм-канал с техно-мемчиками, новостями и прочим добром. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok